Ребятки, мы продолжаем наш знаменитый тренинг по специальному мануальному массажу и мануальной терапии. И сейчас мы уже отработали всю спину и переходим к шейно-воротниковой зоне. Шейно-воротниковая зона у нас не только вот эта часть мы массируем, а от окончания лопаток, нижнего уголка лопаток, до макушки, то есть включая голову. Потому что мышцы трапеции все равно идут до лопатки, и ременные мышцы вдоль позвоночника идут до пятого-шестого позвонка. Так что все это как раз вот уровень окончания лопаток. Но если мы делали это в массаже спины, куда тоже включается все от ягодиц до макушки, то тогда мы продолжаем. Вот отработали зону какую-то, да, и говорим человеку, клади руки под лоб, пока он это делает, мы какие-то завершающие действия проделали там с ним, остывающие, там чуть-чуть прикрыли. И по принципу эргономики лишний раз не ходим вокруг стола, а сразу приступили отсюда. Вот двумя пальчиками растираем места крепления мышц возле сосцевидных отростков и вокруг всего затылка. Потом такими вот перливидными движениями уходим как можно глубже к ключице, сливаем лимфу, отсюда наплывает кожа. То есть лимфа должна вот туда идти, к ключицам как можно глубже. Ну вот, раз, только четыре так вот проделали. Теперь появилось у нас новое движение, это инвертированными ладонями, вот так вот переполночками мы растираем, растираем новое сверху вниз, все движения идут от макушки в сторону сердца и к периферии. Растираем трапецию с этой стороны. Теперь всю трапецию в трех местах захвата поперечно потянули и продольно. Растираем с этой стороны. Ну я, естественно, демонстрирую достаточно быстро, да, чтобы видео не было слишком затянуто. А вы, если хотите, потом, когда будете повторять, можете поставить скорость воспроизведения в два раза меньше, и вам будет так понятней. Разворачиваем голову. Это специально для проработки мышцы, называется леваттер скапула мускулус. Вот до сюда идет она, до уголка лопатка крепится, да, поэтому мы ее в натяжение добавляем вот такой скручивающий момент, вот, а мышцу отжимаем от позвоночника в сторону, движемся в сторону уголка лопатки. Вот она часто бывает, где очень зажата, очень такая болючая. Вот здесь на растяжение, а с той стороны на сжатие проработали. То есть, наоборот, прижимаем к позвонку, и с той же стороны дошли до уголка лопатки. Меняем голову на другую сторону, и то же самое с этой стороны. Видите, вторая рука за череп все время движется на скручивание, на вытяжение. И вот здесь. Теперь кладем голову по центру, и делаем выжимку. Пока делаем выжимку, видите, по принципу эргономики, ни одно движение не проходит просто так, ну, оно перетекает с одного в другое. Мы сразу, видите, я не отрывая рук, перешел и упоминал позу. Сел в стоечку, значит, и начинаем растирание. Так, давайте постараем, чтобы видно было. Так, начинаем растирание. Быстрый, энергичный, чтобы слышал шорох, опять перепоночкой работаем вот этой. Парец встал на кремиальный отросток, и мы большим пальцем отжимаем, отжимаем дельтам передний пучок, средний пучок, задний пучок. И так идем вокруг лопатки, как будто бы рисуем перышки. Видите, это прием называется крылья купидона. Вот мы им нарисовали перышки такие. Захватили лапы леопарда, мягко получается, без вот этих, без пальцев, без коготков, трапецию, и натянули, как одеяло на себя. Тянем одеяло на себя. И моя рука превратилась в кулак. Разминаем холку, значит, прям по костям. Я до этого вам говорил, что нельзя задевать костяшками, кости, да. Ну, в данном случае, вот тут вот, три пазонка, их можно достаточно сильно бить, по ним проходить, особенно тем, у кого холка есть. Растирать их вот так, вот прям костяшками. Поспираливать, скручивать по-всякому. И это, в принципе, терпимо, да. Теперь разводим руки. Уперлись в кости аккромиального отростка. Ну, кость лопатки, по сути. В ось лопатку, в тростиную лопатку. А здесь вот уголок лопатки находится, видите. По нему, если двигаться костями, то будет больно. Поэтому мы сводим руки, обходим его, и рисуем еврейский канделябр. Видите, как разошлись подсвечники, вот прям видно рисунок на коже. То есть, получается, у нас три прохода еврейского канделябра. Называется минора. Значит, первый проход. Вот мы развели, лопатки нарисовали основание, нарисовали стержень, нарисовали подсвечники, уперлись в тазовые кости, и протолкали по очереди тазовые кости, декомпросируя таким образом. Я вам говорил, что все, что от базиса нашего, опять-таки с один, пресловутый, камень преткновения наш, все, что ниже, растет костью, толкаем вниз. Те, которые выше, толкаем вверх. И, соответственно, вот мы его протолкали, декомпрессировав. Второй проход. Рисуем основание канделябра, стержень, и уже прием называется бульдозер, бронетранспортер, вот костяшками, спустился с горочки и завуксовал. На самом деле, как отбойный молотком, мы отталкиваем таз и всю поясницу туда, дальше, на декомпрессию. И третий проход. Развели, соединили. А у канделябра на самом деле не хватает девятой подсвечника, девятого, если кажется, он по четыре, и мы вот рисуем девятый. Доходим до места крепления поясницы с крестцом, и вот где ППС суставы, их прорабатываем на скручивание, на, ну, по-всякому, в общем, как фантазия ваша будет, да, проталкиваем их туда. И так вот протолкали, промассировали все основание таза. Таким образом, мы как бы зажгли вот на этих подсвечниках нас свечки. Зажгли свечки. Руки не отходят, а продолжают движение, уперлись в таз, а здесь уперлись в лопаточную ось, ости лопатки, и вот растянули по диагонали. Диагональное растягивание. Если для этого придется руку вытащить, вот так вот, видите, если у вас руки короткие, так скажем, да, то можно заменить, может даже удобнее будет, вот на локоть. То есть локтем вытаскиваем и потолкали. Далее захватили за таз. Это, прямо называется, художник стирает холст. То есть все, что мы нарисовали, теперь стираем. Протрясли его за ребра, протрясли его вот между ребрами, стараемся пальцами проникнуть, да, чтобы расшатать вот эти вот мышцы межреберные. Избавляем от межреберной невралгии. И мягко уходим с локтей, сбрасываем этот. отрицательную энергию. Таким образом, мы завершили сет номер один и сет номер два. Сет номер один это как бы был переход такой вот отсюда, да. Когда мы встали вот сюда, это уже сет номер два, да, минора. Запоминайте, крылья Купидона и художник стирает картину. В следующем видеоролике я вас познакомлю сетом номер три. Дело в том, ой, да, номер три. Потому что номер два у нас получается что? Это лопаточно-крестцовый сустав, когда вы прорабатывали, зону, лопаточно-крестцовая зона, да. Сейчас в сете номер три мы будем прорабатывать именно шейно-воротниковую зону, вот эту, где трапеция и мышцы, которые крепятся к черепу. Так что не отключайтесь, будьте с нами, а с вами был Олег Гудвин, даю свет, даю просвещение чик-чик-чик.